хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне к вашу полное имя короченко день сергеевич год рождения 94 откуда с вами родом красноярский край город поселок деревня георгиевка семья есть до жена дети жена ребенок ребенок сколько полтора года контрактник офицер офицер да какое звание старший ветеранин сколько платили на контракте ну украине не знаю только в сентябре заехал я понял когда заехали 27 за 7 сентября да какое направление через луганск я так понял что на харьков когда взяли плен 29 через два дня а какой населенный пункт где-то в районе орлянская или орловская обстоятельств заехали ну то есть проехали поворот не заехали в село петропавловская там сразу попали под обстрел то есть попали под обстрел но заехали в сам населенный пункт в районе площади там остановились прыгнул с бмп из ребят моих уже там то есть никто не шевелился кто был на броне вот показался медицинскую помощь и потом перепрыгнул через забор пытался огородами выйти через на окраину деревню чтобы выйти с поселка с этого вот потом попал в плен к иностранным ну иностранный легион там был с германии представитель был вот они меня взяли иностранцы да насколько денег обещали платить ну то есть эти же я не верю что эти вещи не обговаривались там говорили вроде как два оклада 4 200 в сутки ну где-то 4000 и когда это плюс плюс к кладу еще 4 200 да и то есть это сумма на сколько выходило более 200 тысяч 400 где-то да нет почему там в районе двухсот пятидесяти может быть но это не вообще так два оклада там 36 в районе ну смотрите 4 200 в день в месяц это 120 тысяч и два оклада по 36 30 30 60 72 130 это ну это более 200 тысяч в районе до двухсот пятидесяти где-то так я понял вы сказали вот там представитель германии вот сделал да а ты понял что это представитель германии но он сказал на каком языке там с ним я так понял что кто-то с украины был он переводил ну то есть вы понимаете что это не наемник у нас есть иностранный легион официально где воюют иностранцы но вот они сказали что с иностранного легиона да да то есть это не наемники так например как могут воевать в россии это официально что они в рядах весу это она как было законодательно закреплена хорошо в армии сколько уже 2018 18 да а до этого учился лучшее образование какой радиотехника радиотехника да какие вы войска ну вообще до этого служил в радиотехнических сейчас мотострелковых это связь радиотехническая радиолокация радиолокацию да а мотострелковые то вы сколько под вами людей было я замполитом был а вот вы даже замполитом да что вещали да ничего не успел повещать часть только сформировалась и нас сразу сюда закинули а из кого формировалась часть добровольцы это реально добровольцы это есть взять что у вас как бы ну с точки зрения там россиян у вас очень важный пост был да вот так как бы держать дух добровольцев ну замполит ну возможно вы же понимаете как бы как бы как дух войска это важно правда а вы как бы ну вот винтик главный винтик этого духа я же вам ответил кто я по образованию а почему поставили на этого на замполита ну вот так получилось не могли там сказать ну блин вопрос тоже как бы задали то что у нас даже вусовка не подходила но что не подходила вуз ну то есть вуз по которому я проходил службу технически и замполит это ну вообще другой вуз то есть не подходил но это грубо говоря это пропаганда войска правильно все равно как бы это получилось так что стал замполитом а когда признать признать назначили замполитом в августе в августе да а из чего вы ходили типа не понял из чего выходили чтобы ну то есть старлее назначить замполитом ну так сложилось сложились обстоятельства ну просто мне это очень интересно как бы у русских проходил кто вас вызвал дал и сказал денис будешь замполитом нет меня то есть с одной части перевелся в эту часть мы предложили то есть переводом на замполит ну то есть для меня это тарифный разряд тот же самый был грубо говоря равнозначная должность только спектр маленько другой и по деньгам то же самое да или больше по деньгам меньше ну потому что до этого на дальнем востоке служил а где приморский край а приморском крае восемнадцатого года вы в сирии не были правильно потому что да а жена как вообще ну типа восприняла то что пошли в украину ну не совсем хорошо но что значит этом кастрюле било по голове или да нет но был скандал дом не было а то есть не сказали ничего да почему сказал и потом когда уже украину нет перед тем как перевестись я понял а вообще вот денис вот в жизни вот высшее образование и так далее радиотехника это как бы не самое но это может быть достаточно востребовано как бы образование и так далее кроме краснодарского края где-то еще были красноярске извините красноярске да где-то еще ездили в калининградской области был а вот в других странах где-то были а почему да у меня как-то и желания даже нет что мир посмотреть себя показать я лучше бы россию посмотрел я понял а вот ну замполит был а вот какие тезисы замполит должен был это толкать личному составу ну я же чехнарь какие-то это типа должность тупо да поставили ну что там нет какой ну не знаю там какая-то летучка давайте что там разберем да вот нацизм не было вообще не хорошо там защита русскоязычного населения тезисы разбираем бум-бум-бум вообще не было никаких собраний там то есть грубо говоря собрали людей как набрали там начали какую-то подготовку с ними проводить там на полигоне ну а я бумажки дело разбирательства все короче ясно вот заход в украину для замполита до для вас это СВО или война ну как нам говорили СВО а для вас лично давайте вот все вопросы которые я ставлю вам просто как человеку как личности ну вы же не баран Денис ну да ну вообще как бы ну больше к СВО ну а по факту она получается уже как война а вот чем например разница СВО и в войне кстати так я еще уточню вопрос признаки войны и признаки СВО ну специальная военная операция у него масштабы наверное будут другие чем когда начинается война уже полномасштабная хорошо какая группировка была сконцентрирована и зашла в Украину вы знаете цифры нет 150 тысяч около границ было и зашло с разных сторон это СВО ну вы старлей возможно ну вы старлей ну да то есть вы не простой рядовой ну то есть 150 тысяч сконцентрировано около границ и зашли с разных направлений Херсон Донецк Луганск Харьков Киев это СВО я не готов сказать потому что я не знаю сколько на самом деле заходило вот смотрите вы мне можете легко сказать ну это типа нормально Любомир я боюсь у нас там дома ФСБ у меня жена и дети и дочь это нормально ну то есть я просто боюсь это сказать все я как бы вопрос снимается мы идем дальше давайте дальше будешь я бы дальше да телегу толкали? Да. У нас, ну то есть где я до этого служил, там вообще не было замполита врачи. Хорошо. Ладно, что такое НАТО? НАТО? Получается группа стран, в которые входят НАТО. Как переводится НАТО? Что-то националистическое. Ну, не знаю. Не знаете? Буква Н это не националистическое. Кроме русского языка владеть еще каким-то? Ну, английским так, на уровне, там, словарь читать там. НАС. Что означает? Н-О-Р-Т-Х? Не знаю. НАТО? Может, Север? Ну, может быть, Северная, да. Североатлантический? Североатлантический союз. Может, Альянс? Альянс. Для чего они объединились, эти страны? Альянс. Я больше технар, ну, чем вот эти вот. Денис Мастер-Улей. Русской армии. Младший офицерский склад. Так, а я служил же в технических войсках. Нет, нет, нет. Ну, я это понимаю. Нет, нет. Это я все понимаю. Вы для чего я это все спрашиваю, да? Вот вы не знаете, что такое НАТО, да? Даже расшифровать. Но здесь же вот эти все там, вот Скобейва, знаете, кто такая, там, Симоньян, вот этот Соловьев. На Бирин! На Киев! Будем бомбить Америку! Будем бомбить НАТО! Ну, я как бы телевизор не смотрю. Нет, ну, вы же знаете, что там вещается, нет в соцсетях? Особо не смотрю. Хорошо. Что делаете в Украине? Так же самое, как и все. Ну, не все. По приказу, грубо говоря. Не, смотрите. Как далеко вы, как старлей, готовы зайти с приказом? Ну, то есть, был приказ. Ну, хорошо. Командир, короче, говорит, убей. Ну, грубо говоря, да, так получается. Делали бы. Ну, то есть, пошла вот эта спецоперация, то есть, ну, как являешься участником, то есть, ты являешься участником боевых действий уже. Убивали? Я нет. Но убивали бы, если нужно бы было. Видимо, да. А что вы чувствуете, когда со мной разговариваете, когда я вам задаю вопрос? Ну, чисто по-человечески. Ну, в плане, что, ну... Нет, вот ваши чувства чисто вот личные, человеческие, когда я с вами вот общаюсь. Ну, беседуем, разговариваю. Ну, удобно, неудобно, вот там... Так, не совсем. А почему? Ну, не знаю. Потому что я украинец? Нет, может, потому что, ну, как бы... Мало знакомый человек, то есть... Под камеру общаемся, то что... Ну, она вас стесняет? Ну, возможно, да. Не фотогигиеничен. Да нормально у тебя, то я немного не фотогигиеничен. У вас все нормально с этим. Ну, типа, не пытал никто перед этим, не пытает? Нет. Покажите руки, чтобы... Ну, а руки, а что я их покажу? Да нет, может, к этому к току подключено, да? Да. Ну, мы надеяться не будем на камеру, потому что там все нормально. Я понял. Ну, возвратитесь и снова пошлют сюда. Зайдете дальше воевать? Да нет, навряд ли уже пошли. Почему? Ну, сейчас контракт закончится. Да все равно мобилизация идет. Да нет, там вроде кто в плену был, то есть уже не отправляют. Почему? Ну, типа, обработано или что? Ну, возможно. Ну, с вами кто-то работал? Ну, разговаривали все. Ну, то, что разговаривали. Не, ну, там в плане, не знаю, там какое-то влияние психологическое, психиатрическое. Ну, пусть все равно сейчас же это там нам рассказывают, то есть про историю Украины там рассказывают. Ну, то есть такие вот. Это отдельная нация? Украинцы другие. Ну, я еще не совсем все понимаю. Как смысл? На украинском говорят. То есть я не все понимаю, о чем говорят. Хорошо. А бандеровцев слышали? А бандеровцев? Ну, слышали, что он там был красным командиром, командиром полка там. Ну, так про него рассказывают. Не, в России, что говорят о бандере в России? В России я про него особо не слышал. Не слышали, да? Не. Не слышали? А вот домой возвратитесь, там приедет Россия 24, вернулся герой, Денис, там ординат, туда-сюда. Почему? Какие ординаты? Ну, а что? Ну, так может быть. Будете на камеру говорить, что там вот сидел у Любомира, пытали у Любомира? А правду сможете сказать или нет? Что ничего не было, Любомир нормальный тип? Смогу. Сможете? Да. Потому что те, что возвращаются, то говорят все по-другому. Не знаю. Ну, СОСОБА же можешь постучать и сказать, Денис, можно там будет сказать? Не знаю, я с ними не общался. СОСОБА же? А может, вы общаетесь еще? Боитесь? Нет, чего бояться. Нормальные ребята в ФСБ? Ну, увидим. Увидим. Я думаю, что СБУчники украинские более приятные. Скорее всего. Хотите что-то сказать мобилизовывать, вот тех, которые мобилизуют сейчас? Вот вы добровольцем на том управляли. Да нет, это же выбор их, то есть выбор каждого. Как закончить войну? Ну, это не нам решать. То есть там сами, ну, высшую будут решать руководители. Денис, вот у вас погоны старлея. Ну, вы не верите в УД офицер, младший офицерский склад русской армии, да? Это какие-то люди что-то должны думать, потому что они людьми управляют и так далее. Вот вы говорите, это должны решать другие. Вот вы пришли под руководством других, вторглись в другую страну. Ну, это оккупация, да? Вот то, что вы делали в другой стране. Или вы считаете, что Украина это как бы часть русского мира? Ну, там же по-разному говорили. Да, Денис, ну вы же, ну послушайте, ну вы как-то смогли выучиться, создать семью в жизни и так далее. Вот зачем вот эти все вещи там говорили по-другому? Вот вы как думали? Может быть, то же самое думали? Вообще, то есть, изначально там, то есть, Донецк, Луганск освобождать, ну то есть, собирались. То есть, как бы они вышли из состава Украины, вроде как сами добровольные, то есть. Вот. То есть, все началось же с него. А вы должны были освобождать Донецк и Луганск? Ну. Ну, вы же говорите, что он вышел из состава. От кого? Ну, я согласен, что если бы помогли его от самих себя там избавить, то да, я согласен. От кого Донецк и Луганск? С 2014 года они подконтрольные территории Украины. От кого вы хотели освобождать Донецк и Луганск? От самих себя? Нет. От кого тогда? Нет. То есть, не от кого. То есть, ну там, блин, по телеку же там показывают, что там одни бомбят, другие. То есть, особо-то откуда ты узнаешь вот эту вот информацию? Что на самом деле происходит? Хорошо. Ну, пусть даже так, вот бомбят. Вот. Нафига русским проблема Донецка и Луганска? Донецк и Луганска – это какие территории? Чьи? Ну, в Украине были. Ну, то есть, вы бы во все страны полезли, где, например, там какая-то движуха идет? Может, что-то там в Финляндии случилось, что русские тоже будут заходить или как? Не знаю, не готов сказать на этот вопрос. В Китае тоже будут заходить, если что-то не то? В чеченской компании кто участие принимал? Ну, там много кто. Кто? Какие страны еще принимали в чеченской компании? В чеченской? Да. Ну, также западные страны тоже принимали участие. Ну, кто именно, я не скажу. Ну, кто? Ну, то есть… Ну, Америка тоже там принимала… Принимала участие Америка, да? Да. В качестве кого? Не знаю. В качестве кого они там принимали? В качестве кого они там принимали? В чарадея какого-то? Ну, в качестве кого Америка принимала участие в чеченских компаниях? Не знаю. А Донецк и Луган смог бы отделиться без помощи России? Пробовать отделиться? Может быть. Ну, я не знаю. А зачем разбивать города украинские полностью? Убивать население? Мирное? Насиловать женщин? Морядерить? Ну, такое я не могу сказать, потому что… Ну, при мне такого не было. Ну… Вы горды, что вы русский? Ну, вообще, да. А чем? Вот чем гордиться русскому в 2022 году? Ну, вообще… Ну, после… Пусть будет за последние пять лет. Какие достижения России как страны? Вот чем вы гордитесь? Да, даже просто тем, что я… Ну, просто русский живу в России. И что? Ну, мне этого достаточно. Ну, хорошо. Вот просто… То, что вы русский и живете в России, вы горды. Да. Вот просто так? Да. Я понял. А какие… Ну, достижения страны какие? Мне-то зачем достижения страны? Ну, то есть, я живу… Да. Мне нравится в России, то есть… А если вам нравилось, зачем сюда лезть? Ну, я же не сам лез. По приказу. Ну, своими дружбодами россиянами. Да. Не спорю, да. Но если все так зашибись в России, зачем лезть в Украину? Не знаю. Не знаю? Нет. Старлей русской армии не знают, зачем лезть в Украину. Это как, знаете, как в полиции, да, забор. И там пошел, как раз, яблоки, и тебя типа полиция словила. И спрашивают, зачем? Ты же говоришь, что хотел там *** яблоки, да? Грубо говоря. А здесь целую войну заварили. И сидят на камере и говорят, я не знаю зачем. Ну, я же ее заварил. А вы, ну, то есть, вы даже не понимаете, у вас как бы высшее образование, что вы часть вот всей этой системы. Ну, понимаю. Вы в том числе ее заварили, потому что вы зашли в Украину. И вы здесь сидите на камере и просто извините меня за слово, бля, я тебе какую-то фигню. Не знал. Как сделать? Завершить? Путина поддерживаете? Да. Поддерживаете, да? Да. Вот вопрос закрыт, Денис. Ну, вот правительство развязало, а вы поддерживаете Путина. Все прекрасно. И зашли в Украину. Такие, как вы, в своей поддержке Путина развязали войну в этой стране. И Путин вашими руками убивает мирных украинских граждан, солдат украинских и так далее. А чем нравится Путин? Я решите, не буду отвечать. М? Не хочу отвечать. Боитесь ОФСБА? Нет. А почему не хотите? Просто не хочу отвечать. М? Не хочу отвечать просто. Понятно, у нас интервью добровольные. Если не хотите, то не хотите. Если не хотите, то не хотите. М? 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 М?